Мы перейдем дальше. Я знаю, что это очень интересная тема. И намного больше мы можем сказать об этом. Но мы должны рассмотреть все дары до пятницы. Следующий дар – дар веры. И эта категория этого дара – это дар силы. Мы переходим к следующим категориям даров силы. Дар веры, дар исцеления и дар чудотворения. И вначале мы рассмотрим дар веры. Евреям 11.29 Верою или доверием эти два слова взаимозаменяемы. Перешли они Черное море, как по суше. И когда египтяне погнали за ними, то море поглотило их. Поэтому вы видите, к чему приводит дар веры. Что случилось там? Он двигался еще один? О, да, окей. Я не хотел бы сделать это, но окей. Поэтому, когда мы рассматриваем дар веры, то, с одной стороны, это немного сложно. Категория дар силы и определение. Это функция верующего, чтобы исполнить что-то невозможное обычными человеческими усилиями. Бог вторгается сверхъестественно, чтобы совершить это чудо для нас. Эту работу. Что я сделал здесь, потому что... Да, все нормально. Один из примеров, которые вы можете взять... Есть фотография там Даниила в львах. Это картинка там Даниила во рву со львами. И ангелы пришли и закрыли рот львов. И ангелы пришли и закрыли рот львов. Также Моисей. Моисей с его известным посохом. Который он бросил во дворце фараона, и посох превратился в змею. И когда маги сделали то же самое, то змея Моисея поглотила и их змей. Здесь мы должны доверять Божьей силе и власти, то, что Он сделает это для нас. Слово вера почти каждый из нас знает. И мы говорим такие слова, как мы защищаем свою веру. Также мы говорим, мы делимся своей верой. И также мы говорим, мы спасены по благодати через веру. Поэтому с этим словом мы знакомы. Но, возможно, мы не знаем, что такое дар веры. В Писании существуют различные примеры. Исцеление прокаженного. Матфея 8 глава, первые три стиха. История, когда Иисус сошел с горы, и многие пришли к Нему. И они принесли к Нему прокаженного. И Иисус сказал, Господь, если хочешь, то очисти меня. И Иисус положил на Него свою руку и сказал, хочу очистись. Очистись. Это очень интересный пример, но... Этот человек приходит и спрашивает, Иисус, ты хочешь меня исцелить? Конечно, хочу ответ. Он готов исцелить. И об этом мы поговорим, когда дойдем до дара исцеления. Но этот человек пришел к Иисусу с верой в своем сердце, что Иисус может исцелить его. У Иисуса была вера в то, что Отец дал ему способность исцелять. Часто говоря об исцелении, параллельно подразумевается вера. Раньше было, и, к сожалению, такого часто не происходит сейчас. Когда люди приходили к человеку с просьбой молиться об исцелении, и они не были исцелены, то часто им говорили, у тебя недостаточно веры. Это вы просто делаете его инвалидом. Вы его раните. Поэтому чья вера здесь вовлечена? Вера того, кто просит молиться? Или вера того, кто молится за человека? Это интересный вопрос, и на нем можно задержаться долго. Но важно понимать, что и тот, и другой вовлечен. Или же только один может быть. Если Бог дал вам дар веры в сердце, и вы молитесь за кого-то, и у того человека не обязательно есть вера, и они могут быть исцелены. И если тот человек приходит к вам с верой в своем сердце, и вы молитесь о нем, и они исцелятся, и они будут исцелены. И двойная порция также верна, когда у него вера, у вас вера. Хорошо. И, возможно, когда мы дальше будем изучать, мы это также рассмотрим. исцеление Хромова у Вифсаиды. Иоанна 9, первые семь стихов. Я бы просил, чтобы вы потом прочитывали тексты и спрашивали себя, чья вера там была вовлечена, задействована. Иоанна 2, Иоанна 2. Я думаю, что я не знаю, что я не знаю. Я думаю, что я не знаю. Продолжение следует... 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 1 Коринфянам 12, 7-10 Духа на пользу. Одному дается Духом Слово мудрости, другому Слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом. И снова мы рассмотрим, чем не является дар веры. Это не простая уверенность. Это не просто Это не просто уверенность у нас, которая появилась в результате нашего опыта, потому что мы так привыкли. Много вещей мы можем сделать естественным образом, для того, чтобы наша уверенность возросла. Нам не следует путать уверенность с верой. Иначе мы станем самоуверенными. И мы начнем делать то, что не соответствует вере Божьей. И как вы помните, что мы рассматриваем факты с точки зрения сверхъестественного вмешательства Божьего. Также дар веры, это не спасающая вера. Каждый из нас нуждается в спасающей, спасительной вере. Но вот здесь появляется вера с доверием. Мы помещаем, полагаем свою веру в Бога, в том, что Он нас спасет. А дар спасения, это еще нечто. Дар веры, это сверхъестественное проявление Духа Божьего, который помогает нам в нашей христианской жизни. Также дар веры, это не надежда на то, что что-то произойдет. И также это не попытка иметь веру. Пример с этим человеком, который пример с человеком, он не исцелился, ему говорят, у тебя недостаточно веры. Это создает такое впечатление, что этому человеку нужно уйти и самому каким-то образом создать эту веру, поработать над своей верой, что есть какие-то упражнения, с помощью которых вы можете увеличить свою веру. Но вы не можете с помощью поднятия тяжести увеличить свою веру. Это не та вера, о которой мы говорим. Это дар. И Бог хочет давать нам дары. И если вы получите дар, то, конечно же, вы его не зарабатываете. Вы согласны с этим? Кто-то дал вам дар, вы ничего не прилагали к тому, чтобы получить дар. Это не надежда на то, что что-то произойдет. Это не значит, что я написал, что я написал здесь. Я делал это, когда я делал это. Я делал эти ноты. Что вы написали? Дар веры не приходит благодаря нашему веру. Это не приходит от жестерения, кричат, кричат, прыгать, прыгать или впечатления. Впечатления? Да. Пожалуйста, я читаю? Дар веры не приходит благодаря нашему какому-то позированию, крику, такому громкому крику, прыганию или же впечатления. Ну, предполагать, вот у меня она придет, вера. Окей. Я не знаю, если я вам расскажу сейчас или потом, но я думаю, что я оставлю это для потом. Что-то произошло, когда я готовился к лекциям, но я потом вам расскажу. Это еще не вопрос. Так же это не догадки и не предположения. И так же это не позитивное исповедание. Я исцелен, я исцелен, я исцелен, я исцелен. Да? Окей, в этом есть нечто, но в этом нужно быть осторожным. поскольку иначе мы так же пытаемся что-то внутри себя своими попытками сделать, вместо того, чтобы положиться на Божью работу. Окей. Номер четыре. Не чья-то теология. Это не доктрина или теология. Вера не приходит, как какой-то теологический принцип. Даже не исходит благодаря дисциплинированной молитвенной жизни. И никакого отношения она не имеет к человеческим идеям. Это каким-то образом Бог сверхъестественно вмешивается в нашу жизнь и дает нам уверенность. Дает нам такую уверенность, что мы знаем, мы знаем, мы знаем, что это произойдет. И вот, что Бог хочет дать нам. О, это не мольба о деньгах. Многие люди говорят, я живу по вере, я живу верой. И то, что это означает, что Бог обеспечит их нужды. Но между прочим, они вам пишут письма every two weeks saying, I need some money. Sending him a letter. No, sending you a letter. А между прочим, они еще будут вам писать письма и говорить. Мне нужно немного денег. I get an awful lot of those letters. Я получаю достаточно таких писем. It's not, it doesn't come by someone coming to your church and speaking over the radio, begging for money and claiming to have a faith work. Did you get that? Split it. Split it. It is not someone coming to your church. Это не когда кто-то приходит в вашу церковь или говорит по какому-то радио или по служению через ТВ. Постоянно прося о деньгах. А затем говорят, что они живут по вере. Да, это вера в ваш кошелек. И, пожалуйста, неправильно меня не поймите. Я не хочу критично к кому-то относиться. Но меня иногда немного обеспокаивает. Люди, которые говорят, что живут верой. И за тем, которые постоянно просят вас о деньгах. Я лично верю, и это моя личная опыта, лично я верю, исходя из моего личного опыта. Если вы живете так, как Бог желает, и доверяете Ему во всем том, в чем вы нуждаетесь, то Он обеспечит. Внимательно послушайте меня. Бог обеспечит ваши нужды, а не ваши «хочу». Есть разница. Да, иногда Бог даст вам то, чего вы хотите. Но Он этого не обещает. Он обещает, что Он даст нам все, что нужно нам. И нам нужно научиться быть довольным этим. И не всегда это легко. Я могу с честностью сказать и без гордости, так как ничем я не могу гордиться, благодаря Божьей благодати, что на протяжении 25 лет мы живем верой. Когда мы стали миссионерами, то у нас не было церкви, которая бы поддерживала нас, или же каких-то людей, которые бы нам дали обещания. А? Мы знали, что нам надо было ехать. И многие люди говорили, что вам не следует ехать. Но мы на самом деле чувствовали, что Бог призывает нас. И я могу рассказать много историй, как Бог обеспечивал. Я расскажу вам одну самую интересную и необычную. Мы должны были научиться доверию Богу изо дня в день. Я помню, на одно Рождество нас не было денег и ничего у нас не было для рождественского стола. И я помню, как молился в один вечер перед Рождеством. И должен признаться, вероятно, я тогда жаловался. И говорил Богу, почему мы должны через это проходить? Но я, как англичанин, у нас есть такая традиция в Англии. На Рождество мы всегда готовим индюка. И у нас не было индюка. И после моего вечера, жалоб к Богу, на следующее утро, я пошел на улицу, и на нашем крыльце был кулек. И я посмотрел на этот кулек, и там был индюк. И даже если я жаловался, Бог все равно был милостив. И у нас был индюк на Рождество. К счастью, я посмотрел внутрь индюка, прежде чем запахнуть его в духовку. Поскольку внутри индюка был тоже кулечек, и внутри этого кулька был эквивалент 200 евро. Поэтому у меня были деньги, чтобы купить подарки для детям. Могу я вам много историй таких рассказать. И поэтому я говорю, что я знаю из личного опыта, что значит жить верой. И я знаю, что Бог может обеспечить. Не обязательно кому-то писать письма, Пошлите свое письмо Богу. Он знает. Окей, enough of that. Что такое дар веры? Окей, another definition. Remember, definitions are important. The spiritual gift of faith is the supernatural manifestation of the Spirit of God that miraculously drops the assurance of the answers to one's prayers into your heart. Духовный дар веры – это сверхъестественное проявление Духа Святого, которое чудесным образом дает в сердце вашему веренность в ответе на молитву. Поэтому мы можем сказать, что вера – это уверенность, которую дает нам Бог, что Он услышал нашу молитву, и даже прежде чем увидеть ответ физическими глазами, мы знаем, что это произойдет. Это вера, что это будет у вас во время молитвы. В Марк 11, 24. Марк 11, 24. Окей, давайте посмотрим на это. Марк 11, 24. Поэтому я говорю вам, что, что любите, когда вы молитесь, верите, что вы получите их, и вы получите их. Это обетование дает Ишуа. Также это знание, что когда вы что-то сказали, то Бог дает вам веру в то, что это произойдет. Окей. Также в том случае, когда Иисус проклял смоковницу, также это знание того, что корни умерли, даже если еще дерево не завяло. Ишуа знал это, и не сомневался. А ученики поверили в это только на следующий день, когда увидели дерево. Но тогда это у них не была вера. Вера прекращает быть верой, когда вы увидите исполнение. Дар веры. Это сверхъестественная способность верить Богу без сомнения. Чтобы быть способным сражаться с неверием, и так же быть способным представить себе, что хочет совершить Бог. Иногда в нашем разуме нам необходимо визуализировать, чего хочет добиться Бог. И один человек однажды сказал мне, я иногда визуализирую исцеление, прежде чем оно придет. Например, кто-то приходит с проблемами с почками, вначале он видит испорченные почки, а затем он видит исцеленные почки. И в тот момент я знаю, что я могу молиться об исцелении почек. поскольку я знаю, что Бог сделает это. Это дар веры. Это также... Извините. Это также внутренняя вера, вверху отректированного и высокой呼吸ения. Это внутреннее убеждение, которое подтверждается высшим призванием. Это также супернатурная способность в напряженных обстоятельствах доверять Божьему Слову. Хорошо, мы должны взять немного отдыха. Вместе с теми, Продолжение следует...